Всем привет, ребята! Это новая серия по ловле. Автокейс сегодня я вам не подарю, потому что в последнее время лайков под видео очень мало. Давайте соберём 500 лайков на этом видео, и следующий видос будет по пути бомжа. Но сейчас мне нужно передать Ричарду недорогие аксессуары, чтобы он мог обменяться. И, в принципе, будем уже искать мошенников. Как только я захожу в игру, вы сразу начинаете флудить про автокейсы в вип-чате. Ребят, вы должны понимать, что если бы была 1000 лайков на видео, то я подарил бы автокейс. Так что вы сначала чекайте, было ли 1000 лайков на последнем видео, а потом уже начинайте флудить. Если не было, то автокейса не будет. А вообще, подписывайтесь на телегу, там вся подробная информация. Ты за придурка меня не держи, так отреагировал игрок, которому Рич предложил обмен на кейс, а обмен на его ведро, как бы. Бабич Тимучин предлагает обмен на кейс, и ещё и хочет ДП. Ну, в принципе, можно обменяться. В видео от лица Ричарда вы увидите, что в этот момент Ричард кидал ему обмен, и этот чел просто офнулся. Но обмен как бы не подтвердился, а этот Бабич надеялся на то, что обмен подтвердился. Но по факту он его не кинул, а просто офнулся. Но всё-таки я больше склоняюсь к тому, что он хотел его кинуть. Так что подождём его на авторынке, и Ричард предложит ему обмен ещё раз. Алинка Хоффман, она продаёт в вип-чате семью за 700 тысяч. Вот таких цен на Фому я давно ещё, кстати, не видел. Лептоша уже созвонился и встретился с ней, и готов передать ей деньги. И сейчас посмотрим, мошенник она или нет. Кстати, этот скин, который на ней, довольно дорогой, да? И она продаёт семью за 700 тысяч. Возможно, что она не кидала. Так, ну, деньги он ей передал, ровно 700 тысяч, и она говорит, сейчас стой тут. А он говорит, чтобы она передала Фому на друга. Ну, надеемся на то, что она не кинет. Она уже кому-то звонит и просто берёт и уезжает. А созвонилась она с этим челом, и ему уже продаёт семью. Пока она его не обманула, нужно её телепортировать и за такие движения наказать. Я уже телепортировал её, и как оказалось, это вообще он. Да, и она подозревала, что это мы за ней следим, и как бы она сейчас получит бан. У неё есть ещё один скин, тоже на коньках, он тоже стоит бешеных денег. Деда Мороза скин, и ребят, по-моему, эти все скины из промокодов, не так ли? И даже скин Месси, просто если эти скины реально есть на аккаунте, то они стоят бешеных денег. Ну, а она уже отправляется в бан, так что, в принципе, желай ей только удачи. Пока я разбирался с Алиной, этот чувак кинул Ричарда на скин, так что с ним тоже надо пообщаться. Я только хотел сказать ему, что он выиграл подарочек под Новый Год бан, а он уже извиняется. Ну, извинениями тут не обойдётся, ты по-любому отлетишь в бан, форма уже заполнена. Адам был хороший парень, но, бро, ты не должен был обманывать вообще. И эта рубрика существует только для того, чтобы найти и забанить, а не договориться. А бабича этого помните? Я, кстати, до сих пор подозреваю, что этот чувак хотел кинуть, а не просто вылетел. Так что сейчас тоже его надо проверить. Ну да, это Ричард, дружище, и он даже пешком к тебе подбежал, чтобы ещё раз обменяться. Этот чел всё скидывает на интернет, что это всё интернет, из-за этого он вылетел. Но, если честно, мне мало верится в такой бред. Рич предлагает ему обмен на корону, и, в принципе, обмен нормальный. Надеюсь, он согласится. Бабич говорит, что у него может затупить интернет, но, повторюсь, таким сказкам я не доверяю, так что посмотрим. А интернет у него, кстати, тупит из-за того, что дома очень много людей. Но такого бреда я ещё не слышал. Ричард передал ему аксессуар, и пока что всё нормально, они садятся в тачку и едут на рынок. Всё-таки очень странное поведение. Вместо того, чтобы сразу кинуть тачку, команду написать пару секунд, на самом деле, он даёт номер телефона. Но мы-то с вами знаем, для чего он это делает. Сейчас даст номер, специально оффнится, потом зайдёт в игру, и если его не телепортирует, то можно не возвращать акс. Что-то прям сильно долго он тянет резину, возможно, не может отключить Wi-Fi. Ну да, понятно, пока он скринил свой номер, у него обязательно крашнулся интернет. И, как бы, всё, как он предупреждал. Сейчас нужно пробить по хистори Данила Иванова, он только что тоже обманул Рича, и, как бы, сразу забанить его, потому что что-то долго он не заходит в игру. Ну, я думаю, Бабича тоже можно сразу банить. Если он не кидал, а то он пойдёт, зальёт на меня жалобу, кинет свой фрапс, и там мы чётко увидим то, что пропал интернет. Короче, с вами был, как всегда, я, Коля, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, писать комментарий и подписываться на телегу. Всем удачи и всем пока!